155. Лечение с акцентом. Врача-невролога Махмуда Аль-Хусейна в Буланашской больнице все знают. Слишком уж его экзотичное имя и загар выделяются на фоне белого халата. Медик приехал на Урал из Сирии вслед за семьей. У меня жена отсюда. Мы познакомились в Луганске. Приехали в Сирию 10 лет. Потом, когда начала война, они вернулись сюда, к родственникам. И когда я приехал в 16-м, приехал сюда, к ним. Здесь Махмуд подтвердил диплом врача и устроился на работу в Артемовском районе. Это случилось в 2016-м. Сейчас медик на расхват. Работает на две больницы. В райцентре и в поселке Буланаш. У него уже, так же, как у любого доктора, есть свои пациенты, которые именно идут к нему, которые просят талончики именно к нему, лечатся у него. Но я скажу, что я довольна. Пациенты приходят довольны. Всегда говорят, что никогда не оставят без внимания, даже если талонов нету на сегодняшний день. Когда Махмуд только устраивался в больницу, ему сообщили, как земский доктор, он имеет право на выплату в размере 1 миллиона рублей по областной программе. Однако без гражданства ее получить нельзя. Российский паспорт медику выдали только год назад. И он снова обратился за пособием, но получил отказ. Аргументировали чем? В 2018 году министром здравоохранения Свердловской области был утвержден реестр, в котором профессии, точнее должности, которую занимает данный врач, нет. Поэтому в выплате они хотели отказать. Поэтому врач пошел в суд. На эти деньги рассчитывала вся его семья. После переезда из Сирии им пришлось начинать жизнь с нуля. Все, что они смогли себе позволить, это двушка на окраине Артемовского. Они сначала жили на квартире, вот здесь вот у нас, вот рядом на площадке. Снимали? Снимали сначала, тоже такую же точно двухкомнатную квартиру. Потом Аня получила материнский капитал, и вот они купили вот здесь вот по деньгам, так будем говорить, вот такую квартиру. Вот маяемся, но живем. Дело прошло через суды двух инстанций, и оба встали на сторону медика. Реестр, о котором говорил Минздрав, не публичный документ, поэтому не может считаться основанием для отказа в выплате. Решение уже вступило в законную силу, и в скором времени врач-невролог получит положенный миллион рублей. Деньги он планирует потратить на новую квартиру. Собирается прочно пустить в Россию корни. Мои это все родственники, которые в Европу туда уехали, я бы тоже туда. У меня была эта возможность. Ну, тут семья. Где семья, тут и страна. Надежда Маркова, главные новости Екатеринбурга. Продолжение следует...